Мы начинаем наш дневной эфир на седьмом телеканале. В студии с вами Татьяна Милимко. Здравствуйте! В Одессу едет Иосиф Леонидович Рейхельгаус и вместе с театром школы современной пьесы. Продолжение следует... О том, что привезут в Одессу, нам расскажет сегодня наша гость Екатерина Кретова, зам художественного руководителя театра школы современной пьесы. Здравствуйте! Добрый день! Это уже какие по счету будут гастроли? Я знаю, что юбилейные. Юбилейные. У нас в этом году в грядущем сезоне юбилей театра 30 лет. Мы находимся в здании и надеемся вернуться в это здание наше историческое, которому 200 лет. И нам показалось, что этого маловато, и поэтому мы очень стремились на гастроли сюда в Одессу, которые будут десятыми для нашего театра. Одессит и привезет одесские такие достаточно спектакли, в том числе и новый «Умер шмумер, лишь бы был здоров». Это, я знаю, что абсолютно одесский спектакль. Это абсолютно одесский спектакль. Мы надеемся, что именно так его оценит Одесса. Это новый наш спектакль. Это наша последняя премьера текущего сезона. Спектакль, построенный на еврейских анекдотах, очень оригинальный. Ничего подобного никогда не было, потому что никаких связок между анекдотами в тексте этого спектакля не существует. Каждый анекдот цепляется за другой. Таким образом выстраивается вот эта оригинальная пьеса, основанная на 250 анекдотах. Там даже одесские дворики в декорациях, да? Да, мы использовали такой универсальный южный дворик, который, конечно, в Одессе будет прочитан как одесский. И на заднике будет море, и некоторые сюжеты будут происходить на берегу моря. Ну, конечно же, черного. Какие еще спектакли смогут увидеть одесситы? Одесситы увидят тоже наш достаточно новый спектакль, спектакль прошлого сезона «Шинель пальто». Это спектакль по Николаю Васильевичу Гоголю, который мы начинали делать еще, когда в нашей труппе работал замечательный артист Альберт Филозов. Он хотел сыграть Башмачкина, мечтал об этом. Это, к сожалению, не получилось, не удалось, и Альберт Леонидович ушел из жизни. Но мы сделали этот спектакль как посвящение ему, и как такой дань уважения мы сделали этот спектакль таким образом, что Башмачкина там просто нет. Мы не смогли заменить этого артиста и придумали такую своеобразную концепцию спектакля. Спектакль музыкального, спектакль эксцентричного, спектакль веселого, на самом деле, несмотря на то, что это Гоголевская шинель. Но мы назвали его «Шинель-пальто», тем самым показав, что все-таки это не совсем та шинель, это уже наше новое прочтение. Вот этот спектакль тоже увидят в Одессе. То есть в этом спектакле практически нет главного героя, да? Да, этот главный герой присутствует, но он присутствует незримо в виде тени, в виде воспоминаний, в виде комментатора. В главной роли в этом спектакле играет Дмитрий Хоранько. Это певец, артист, который комментирует музыкальными такими фрагментами, песнями сюжет этой самой замечательной, знаменитой повести. И в какой-то степени тоже изображает и как бы играет роль Башмачкина. Такое современное прочтение. Абсолютно. Современное, да. Ну, я знаю, что не только этот спектакль будет уже полюбившийся еще и спасти камеры юнкера Пушкина. Это действительно уже такая легенда, мне кажется, и в Одессе его тоже представляли в прошлом году, если я не ошибаюсь. Спасти камеры юнкера Пушкина – это уже такой наш хит, можно сказать. Это спектакль, который получил самые разнообразные театральные премии. Он стал лучшим спектаклем малой формы по версии газеты «Московский комсомолец». Он участвует в самых различных фестивалях и международных, и российских, и получает тоже награды и премии. Это, видимо, не случайно что-то мы здесь в этом спектакле угадали. В прошлом году мы его привозили, сыграли его дважды, и он имел резонанс, и как-то на него очень хорошо реагировали. И мы решили, что будет правильно привести его еще раз и показать той части одесситов, которая в прошлом году не успела его посмотреть. В том числе и мне, наверное, да. Я знаю, что был аншлаг на самом деле, и действительно ходили, смотрели, и наслаждались, и обсуждали потом очень бурно. А все ведь почему? Потому что такой оригинальный подход достаточно. Да, я с детства не взлюбил Пушкина. И объяснение почему? Но на самом деле это не из-за нелюбви к Пушкину, а намного более философский спектакль. Конечно, это спектакль о том, как навязанные нам стандарты, слишком, ну, такие, знаете, как бы не наши, которые не мы сами выбираем себе, они вызывают поначалу отторжение. Но если мы включаем душу, мы включаем мозги, мы включаем какой-то свой интеллект, то мы обнаруживаем, что, оказывается, Пушкин – это действительно наше все. Потому что в нем есть и любовь, в нем есть и интрига, в нем есть и авантюра, и в нем есть наша история. Наверное, здесь дело даже не столько в Пушкине, сколько в принципе в создании каких-то идолов, которые действительно навязывают. И почему, собственно, он не взлюбил главного героя Пушкина? Потому что его в садике поставили в угол, да, они дали играть там какой-то игрушкой очень хорошей, потому что он признался, что не любит Пушкина. То есть такая чистота, детская непосредственность, она отыгралась, отозвалась не очень хорошо. Конечно, а потом еще добавили в школе, а потом добавили в армии. То есть это за что его любить, казалось бы, да? Да, да. Но оказывается, что в душе каждого человека, и, собственно, действительно, главный герой там не Пушкин, а главный герой там обычный человек, которым являемся мы все, который открыл себе способность любить, защищать кого-то и даже совершать подвиг во имя того, кого уже даже с нами давно и нет. Но и, тем не менее, наш главный герой, и вот, наверное, в этом главный смысл этого спектакля, он совершает этот подвиг. У нас есть фрагмент этого спектакля, давайте посмотрим его. Потрясающая развязка в самом этом спектакле. И мне кажется, тут найди того, кого ты не любишь, да, найди своего противника, а потом вроде бы как приходит все к тому, что ты сам в себе и противник. Ну, в общем, это моя философия, которую я увидела в нее, в этом спектакле, прочувствовала ее. Давайте поговорим о все-таки Шинель Пальто. Я знаю, что там тоже достаточно интересная история, даже немного мистическая, что долго не могли его поставить. И в Одессу вы его привозите именно для того, чтобы снять всякие вот мистические все эти, ну, проклятия громко сказано, наверное, моменты, хорошо убрать их. Да, именно так. У нас действительно огромная, очень длинная история у этого спектакля. Вообще во многих театрах, особенно старых театрах, есть свои мифы, есть свои такие привидения, призраки. Наш театр молодой, 30 лет это для театра, конечно, совсем молодой возраст, но тем не менее вот у нас тоже появился такой спектакль «Призрак», это именно Шинель, потому что разные были обстоятельства, и даже вот вы говорите, сильно сказано проклятие, вы знаете, даже иногда, может быть, и можно это слово применить, потому что, ну, например, вот уход Альберта Филозова, который начал репетировать роль Башмачкина, это, в общем-то, можно его, конечно, считать и трагическим. И масса всяких было обстоятельств, связанных с этим спектаклем. Отменялся спектакль в последний момент. Перед премьерой произошла замена главного артиста. То есть вот цепочка-цепочка каких-то событий. И мы понимаем, что Гоголь — это вообще не шутки. Гоголь — это фигура мистическая, фантасмагорическая, и он вполне способен как-то влиять на тех, кто осмеливается прикоснуться к его творчеству. Поэтому мы очень здесь надеемся на Одессу. Мы надеемся, что мы привезем в Одессу этот спектакль. Его встретят, поймут. Там есть над чем подумать. Он очень необычный. Там действительно много такой эксцентрики и очень много смелых экспериментов с текстами Гоголя, что, может, даже кому-то и не понравится. И, может быть, это кого-то напряжет, потому что Гоголь — это классик. И мы довольно смело обходимся с его сюжетом и с его текстом. Но если уж Одесса нас примет, то тогда мы уверены, что жизнь этого спектакля будет благополучной. Многие говорят, что в Одессе очень требовательный зритель. Может быть, действительно, и удастся Одесситам снять это проклятие аплодисментами. Верно? Будем мы на это очень рассчитывать и надеяться. Смотрим фрагмент спектакля. Смотрим фрагмент спектакля. В постановках театра всегда используются оригинальные очень декорации. И вот буду говорить, конечно, о том, что я больше знаю, это спасти камеры юнкера Пушкина. Там просто нужно выстроить целую площадку, потому что декорации — это просто главные герои, одни из главных героев на площадке. И без вот этих черных каких-то там лент, или мне рассказывали там пенопласт, или что там, и нарезали какие-то ленточки, бумагу. Семечки грызли. Семечки грызли. Да, конечно, это была у нас грандиозная акция, когда в прошлом году мы привезли этот спектакль сюда, в Одессу. И надеялись, что мы здесь найдем вот этот материал, из которого можно сделать, ну, как бы землю, которая выкладывается на дуэльные площадки. И в ней все происходит. Из нее все достается реквизит, в нее прячутся герои. И выяснилось, что нет здесь такого материала. И тогда была придумана такая оригинальная идея заполнить это пространство семечками, потому что нужно было что-то черное. Вот, мы нашли эту шелуху от семечек, привезли ее, заполнили это пространство, ну и, конечно, решили обыграть эту ситуацию. Мы посадили всех артистов, всех артистов театра начайной, который принимал нас, и который предоставил нам свою сценическую площадку. То есть, в общем, всех заинтересованных лиц, и они демонстративно грызли семечки, кидали туда эту шелуху, тем самым показывая, что вот каким способом мы смогли решить эту постановочную проблему. Ой, как здорово! Я не знала этого момента. А вы скажите, в этом году как будет? Ну, в этом году я надеюсь, что семечки мы грызть не будем. Да, и мы сделаем все так, как это играется у нас на площадке нашего театра, и как мы это играем везде, во всем мире. Этот спектакль объездил уже очень много стран, он игрался и в Европе, и в Индии на фестивале. Удивительная реакция на этот спектакль. Вот в Вене, например, мы играли его для венской публики нерусскоязычный. Он шел с титрами, и там это не то, чтобы это было для русскоязычной какой-то диаспоры. То есть, ну, были там люди. Но основная публика была немецкоговорящая. Реакция была абсолютно такая же, какая реакция была в Москве, какая реакция была в Одессе. То есть совершенно воспринимается этот спектакль одинаково. А в Индии как? Прекрасно. Да? Да, абсолютно прекрасно. Там тоже, кстати, была проблема вот с этим наполнителем. Вот этот наполнитель, казалось бы, очень простой. Он вызывает всякие там сложности. И индусы всякие придумывали варианты, потому что чем заменить это? Ну, нет у них тоже этого. Предлагали... Да и семечек, по-моему, там не очень. И семечек, нет, ничего. Предлагали какой-то цемент. Тут мы поняли, что это уж совсем похоронить нашего Пушкина и нашего главного героя. Сено они какое-то предлагали. В общем, сначала мы там прям очень нервничали, переживали. Но индийская сторона, организатор, продюсер сказал, ну, в конце концов, ну, какое это все имеет значение? Важно, что Индия, что мы дружим все, что мы все дружные страны, что мы находимся вот на территории театра. Поэтому в каком-то компромиссном варианте мы там тоже сыграли. Песок. Ну, там было что-то типа сена такого, да, использовали. В общем, заменили эту субстанцию, как мы ее называем. Ну, спектакль прошел с большим успехом, и мы получили там гран-при на этом конкурсе. Поздравляю вас. А в других спектаклях тоже есть какие-то особенности? Может быть, мы сейчас подготовим? Да, у нас есть особенность. Вот давайте, да, мы подготовимся. Например, спектакль «Умер, шмур, «Лишь бы был здоров», который построен на анекдотах». Мы понимаем, что в анекдотах неизбежно возникает иногда лексика, которая вообще-то не принята, которая не рекомендована для использования. Да, вот будем говорить прямо и откровенно. Нецензурная. Но, с другой стороны, из анекдота слово не выкинешь. Невозможно заменить, да, никакими эвфемизмами, никакими заменами. И мы нашли прием. Вот пусть это будет интрига. Я даже не знаю, раскрывать мне секрет, как мы вышли из положения. Конечно, раскрывать. Расскрывать. Боже, никто не узнает. Тогда, значит, займемся спойлерами. Итак, у нас, вот если показан фрагмент, то, наверное, зрители увидели любимую артистку, которую все любят по кино. Это Елена Всеволодна Санаева, которая играет одну из главных ролей. Ну, собственно, там все роли главные в спектакле «Умер, шмумер, лишь бы был здоров». Так вот, в тот момент, когда возникает вот это самое слово запрещенное, Елена Санаева гениально совершенно кричит чайкой. Поскольку здесь это все происходит на берегу моря, ну, чайки летают. Да, да. И вот в этот момент она кричит, потрясающе имитируя крик чайки. То есть это даже, получается, не звук, который там звукорежиссер, да, а это... Использовать запикивание, но мы поняли, что это такая банальность, и что это, ну, конечно, нельзя делать. Вот поэтому был найден такой остроумный ход, и вот артистка наша делает это просто виртуозно. Извините, а как он был найден? Я же себе вот представляю сразу картину. Ребята, что будем делать на репетиции? Я могу бы быть чайкой. Могу даже, я чайка, да. Я могу даже вот погордиться этим, потому что, поскольку у меня функции определенные в театре, я занимаюсь именно тем, чтобы следить за словами. Творческие находки. Да, и даже не это, тут скорее такая, знаете, редактура, да. То есть я отслеживаю. У нас, например, недавно пришло письмо в театр, где была претензия высказана, что в театре со сцены звучит ненормативная лексика. Вот я писала большое объяснение с мнением экспертов, где я доказывала, что данное слово, которое было употреблено, не является нецензурным. Вот, и здесь я как бы тоже, вот мы все решали эту проблему, что нам делать с этими словами? Выбрасывать их, запикивать их. И у меня тогда возникла такая идея, а вот-вот бы крик чайки. Я-то думала, что крик чайки запишут, ну, запишут наши звуковики и как бы будут его включать. И тут Елена Всеволодна действительно, как вы и говорите, сказала, не надо ничего записывать. Сейчас я вам крикну чайкой. И крикнула чайкой. С тех пор вот так вот и кричит. А как шинель-пальто? Есть какие-то тоже там особенности? Там есть особенности, но вот тут я точно не хочу выступить вот таким носителем спойлера. Могу только сказать, что в этом спектакле, кроме того, что он музыкальный, что там поют, все там поют, наши артисты, они там все, конечно же, танцуют, безусловно, вот они еще катаются на коньках. Поэтому это еще и ледовое шоу. И есть возможность это все организовать? Конечно, мы привозим с собой искусственное ледовое покрытие, которым мы выложим сцену русского театра, на сцене которого мы будем играть этот спектакль. И наши артисты будут кататься на коньках. Ну, на самом деле, я вначале удивилась, а потом понимаю, что я не удивляюсь, потому что Иосиф Леонидович даже когда-то коня вроде бы на сцену вывел, было такое, да? То есть, в принципе, можно ожидать чего угодно. И лед, и семочки, и, в общем, и чайка в исполнении Елены потрясающей. Ну, в общем, надо ждать. Я понимаю, что это современный театр. И хочется, знаете, еще раз все-таки напомнить нашим телезрителям о театре школы современной пьесы. Как вы работаете? Я знаю, что отдается предпочтение именно тем авторам, оригинальным молодым авторам, которые... Ну, молодые, это не значит, что им там 25 лет. Нет. Молодым авторам, которые раньше, возможно, не работали в этой сфере, да? Но у которых есть потрясающие сценарии. Я знаю, что проходит вот такой честный отбор, который вот зацепил, не зацепил. Если цепляет, ставим, делаем это хорошо, классно, и получается современный спектакль. Да, именно так мы 30 лет работаем без классики. То есть если у нас и возникает классика, то вот в таком вот варианте, как «Шинель пальто», то есть в очень переделанном, в очень отдаленном от оригинала. А вообще мы ставим пьесы современных драматургов, не обязательно молодых, не обязательно дебютантов. То есть они могут быть и дебютанты, как драматурги, ну, например, известные писатели, как мы поставили первую пьесу Дмитрия Быкова. Мы поставили одну из первых пьес Людмилы Улицкой. То есть это писатели крупные, известные. Борис Акунин отдал нам свою чайку, сиквел «Чеховской чайки». То есть это могут быть очень известные маститые писатели, но вот пьесы которых никогда раньше нигде не ставились. Вот в чем наш принцип. Наш самый главный принцип – это мировая премьера. У нас все спектакли, все наши премьеры реально мировые. Это мы здесь никого не обманываем, потому что мы впервые всегда ставим пьесу. Если она была уже поставлена где-то, то это уже нам неинтересно. То есть мы хотим открывать зрителям новые имена, новые названия. Давайте еще раз напомним, когда можно будет посмотреть все эти постановки и встретить вас в десятый раз в Одессе. Седьмого и восьмого июля мы играем на сцене русского театра. Это спектакли «Умершим, умер, лишь бы был здоров» и «Шинель пальто». И девятого, десятого, одиннадцатого июля три спектакля мы играем на сцене театра «Начайный». Это «Свасти камер юнкера Пушкина». Спасибо огромное, что вы пришли к нам. Мы будем ждать вас. И напоминаю, в гостях у нас Екатерина Кретова, зам художественного руководителя театра «Школа современной пьесы». Спасибо большое еще раз. Это был дневной эфир седьмого телеканала. В студии провела его с вами Татьяна Милимко. Всего доброго вам.